Всем привет, друзья! С вами ваш Мангуст и сегодня вас ждет новая серия по Евротрак Симулятор 2. Как вы, наверное, уже догадались, сегодня вас ждет компания Магнит. Это фуры компании Магнит. И вы меня часто очень просили в комментариях, Серега, давай уже на Магните покатайся. Я сам, на самом деле, очень люблю фуры этой компании. И вот, наконец-то, взял ее снова покататься, подготовил для вас сегодня Ман ТГА. И еще кое-что новенькое, ребятки. В 1.35 добавились голосовые навигаторы. И сегодня мы испытаем голосовой навигатор Алису. Как на нем мы вообще покатим. Ну, будет, мне кажется, прикольно. Это что-то новенькое в ЕТС-ке, на самом деле. Вот, сегодня у нас ТГАшечка и прицепчик Шмидтс Каргабул. И сейчас мы, ребятки, поедем совсем недалеко. Нам нужно, пока не буду показывать, где мы находимся. Вот, я думаю, что вы догадаетесь. Место очень такое, ну, блин, известные места. Так что, ребята, поехали. Сейчас нужно будет загрузиться. Вы пока обязательно ставьте лайки и пишите самые интересные комментарии, которые будут достойны попасть в следующий ролик. А сегодня попали вот эти вот, ребята. Спасибо всем за комментики. Пишите ваши идеи для новых РПшек обязательно. Вот, это мне очень помогает. Так, нам нужно с вами выехать. Я, кстати, еще поставил новую графику. Теперь у меня, ну, Next Gen. И, короче, новый решейдик, более такой реалистичный поставил. О, тихо. Пух, братюнчик, ты чуть не въехал в меня. А знаешь, что самое прикольное? То, что я все равно не могу развернуться, если он будет здесь стоять. Ну, вы вообще, что ли? Блин. И века, ё-моё, ты же тоже дальнобойщик, должен понимать. В общем, ребята, ладно. У нас самая проблема сейчас выехать. В общем, смотрите, Алиса уже начала действовать, уже начала подсказывать мне. И я так, знаете, что я думаю, сделаю сейчас по-хитрому. Я уже вот сюда сейчас выкачусь. В принципе, я должен поехать где-то за Дастером. Ну, по идее. Потому что меня там зверским пропустили. И, братюнчики, братюнчики, пропустите меня. Так, тихо, 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 тихо. Кстати, вот эта навигация нам, по идее, уже нафиг не нужна. Так, пропусти, братан. Авареечкой моргнем ему. Так, аккуратненько выезжаем. Прям очень аккуратненько. Офигеть. Так, все, моргнули авареечкой. Приходим опять в салон и уходим направо, как говорит нам наш навигатор Алиса. Так, я забыл еще фон поставить для навигатора. Обычно я с таким фоном езжу, вот, забыл. Вот, так что, ну ничего, в скором времени поставлю. Так, едем дальше, ребята. Кто уже догадался, где мы находимся? Ну, вы, короче, смотрите. Так, по обстановке. Я думаю, сейчас вам, кто местный, я думаю, сразу поймет. Вот, средняя Ахтуба у нас. Река Ахтуба. Ой, какая красивая река. Кстати, ребятки, вот, смотрите. Вот у меня сейчас такая графика. А была до этого другая, более красочная. Ну, можете посмотреть мои другие видосы. Вот. И сейчас где-то сверху там будет голосование. Проголосуйте, какая графика вам нравится больше. Сочная, яркая, прям такая, вырви глаз. Или вот такая более, какая-то натуральная такая, что ли. Ну, в общем, проголосуйте обязательно. Ну, и напишите в комментариях, какая графика вам нравится больше. Так, едем мы по поселку Средняя Ахтуба. Так, особо не превышаем потихонечку. Тут жилые дома, могут дети побежать. Так, русские дороги начались. Ох ты, ох ты, ох ты. Сбрасываем передачу на седьмую. Так, и аккуратненько, ребята, ползем. Аккуратненько ползем. Кстати, вот на Манни ТГ, когда ставишь полку, вот эта часть как будто, ну не знаю, как дырка какая-то кажется, видите. Так, Алиса, я понял. Блин, слушайте, с навигацией это вообще что-то. Помните, кто меня давно смотрит, помнит наверняка, как я всегда пропускал повороты на стримах. Когда отвечал на ваши комментарии, там общались мы, я очень часто пропускал повороты. Я думаю, вот сейчас если запускать стримчик и поставить там Алиса, ну или другой Google навигатор, я еще не пробовал. Там еще какой-то навигатор с голосом Жириновского есть, можешь попробуем? Напишите в комментариях, хотели бы вы с голосом Жириновского навигатора. Вот, и короче, сейчас на самом деле будет тяжело пропустить поворот, потому что она тебя даже предупреждает. Не то, что она сразу тебе говорит, поверни, ты там несешься на 120 на 3 час там, допустим. И она такая, поверни. Нет, будет все отлично, она тебе подскажет. Вот, вот именно, поворот налево. Сразу приготовимся, включаем поворотничек. И, кстати, ребята, это... Вот это вообще круто. Это у меня сейчас какой-то такой, знаете, обновленный Русмап. Там Пал Палыч, парень делает, обновляет Русмап. Вроде прикольно. Ссылочки, кстати, будут в описании на вот этот обновленный Русмап. Так, аккуратненько проезжаем. Так. Поверните на прораж. Какие-то новые, ну, объекты, не знаю, новые или не новые, но более похожи становятся. Потому что Русмап, на самом деле, очень давно не обновлялся. А сейчас вот хоть кто-то, хоть кто-то взялся. Так, потому что такую карту похерить вообще было бы плохо. Так, ребята, ну что, нам где-то здесь нужно направо, видите, какая-то промзона такая. Тут стоят пуры под загрузку. Вот, вот наш диспетчер, я так понимаю. Сейчас мы к нему подъедем. Узнаем, где нам загружаться. Так, Алиса, я понял, что я прибыл. Я сейчас чуть фуру, походу, не ушатал. Так, давайте. Подождите, у меня здесь надо прилететь. Нам нужен груз с компанией «Магнит». И, кстати, тут знаете, что удивительно? Вот они. Блин, ну вы поняли, где я нахожусь. В общем, поедем мы в Саратов. Ну, может быть, кто догадался до этого момента. Поедем мы из Волжского в Саратов. Компания «Итека». Везем в компанию «Магнит». Ну, логично. Повезем яблоки с вами в Саратов. Так, где-то у нас здесь должна быть загрузочка. Ага, вот загрузка. Так, давайте. Сейчас будем парковаться. Так, выкручиваем руль. Ой, смотрите, там впереди пожарка такая стоит. Урал или 130-й селок, не пойму. Так, ну что. Теперь сдаем назад. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень аккуратно. И, как всегда, не видно, куда нам ехать. Вот, вон он, там я вижу. Правое зеркало. В точку нашей. Ну, блин, проще, на самом деле. И визуально красивее парковаться, конечно, от третьего лица. И мне попроще будет. Вот, так что давайте, ребята, от третьего лица. Так, выравниваем рецепт. Сейчас у нас будет произойти... Сколько там тонн? Кто заметил? Тонн 15, наверное. Или 19 яблок. Сейчас посмотрим, что за яблоки такие с Влагограда. Так, все, есть. Ручничок. Глушим двигло. И начинаем с вами, ребята, загружаться. Идет загрузка. Сейчас посмотрим, сколько тоннаж. Вот. Так, тоннаж у нас получился на 20. 20 тонн, по-моему, 20 тонн яблок. Начинаем движение. Хорошо, Алиса. Так, снимаем с ручничка и плавненько, плавненько, плавненько трогаемся. Все. Кстати, блин, очень быстрая загрузка, на самом деле. Так, диспетчер, ну-ка свали отсюда. Мы тебя сейчас собьем. Но мы уже его сбили. Надо было отбегать раньше. Еще он там варежку разъюнул. Так, шестая передача. Немножко под газом. Но тагашка нормально тянет. Не знаю, сколько в ней сил. Вот сейчас надо посмотреть. Это получается у нас 360 кобыл. Ну, нихера себе. Честно. Приготовьтесь к повороту направо. 360 кобыл, это хорошо. Идите направо. Сейчас посмотрим, сколько разгонится. Нам, чтобы тормоза не отказать. Все остальное фигня. Так, поверните, направо уходим, направо. Лодки с Настей, удачи. Вот это, я говорю, прям... Ох, вот это звук. Слушайте, какая заплатка на дороге. Тут звук хороший прям. Тянем, тянем. На восьмое, десятое. Ну, через две прыгаем. Вот, чтобы не каждую, да, там, передачу. Через две прыгаем. Кафе Ветерок. Кстати, звук очень приятный. Не знаю, вам слышно, нет? Просто у меня игра немножко все равно приглушена. Да, красный, красный, тормози! О, воу. Слушайте, нифига, тормоза-то вообще отменные. С двадцати тоннами, так. А сколько скорость была? Ну, скорость, наверное, небольшая относительно. Но все равно бодренько затормозили. Так, внимание. Запрещено движение тяжеловесного транспорта при температуре свыше 32 градусов. Вот, у нас температура... Так, этот покажет? Тут не показывает, но расход у меня получается... Средний расход 62 литра. Так, попробуем сэкономить топливо. Ну, относительно сэкономить топливо, конечно. Вот, но хотя бы упасть ниже 60, я думаю, получится. В конце обязательно посмотрим, какой будет расход. Справа, смотрите, бахча. Ну, сельскохозяйственный рынок такой. Продают арбузы, помидоры. И такие реальности есть. Вот, я даже на них останавливался. Но скажу вам, не знаю, у всех так, не у всех. Мы покупали арбузы, дыни. Они вкусные, да, очень вкусные. Покупали мы в республике Адыгея. Там вот, где прям чуть-чуть, когда с юга едешь, прям захватываешь республику Адыгея. И там вот такие вот развалы как раз. И мы покупали реально так обвешивают просто. Арбуз там, она на весь взвешивала, там, женщина. 14 кило. Мы проезжаем, он реально там 11 килограмм или 10. То есть, не то, что там какие-то граммы. Я знаю, какие-то килограммы просто. Поэтому помню, мы еще так удивились. Мы когда хотели, Наташа, там, просто яблоко или яблоко, или помидорку хотела купить. Одну штуку просто съесть. Вот, именно сейчас. И не стали взвешивать. Ой, дай! Вы это видели? Вы просто это видели? Просто это офигеть. Там какой-то самоубийца был. Он просто уже мне в прицеп влетел. Как это? Таймкодик, ребята, в комментариях. Это жесть. Что там за самоубийца такой? Прямо прикольно. Реально было очень заметно. В зеркало заднего вида, как он просто нес. И я уже перестроился. А он просто меня, був, на полном ходу даже не тормозил. В идее, вообще его на встречку должно было выкинуть. Так, по-хорошему. Кстати, у этого навигатора еще есть превышение скорости. То есть, когда ты превышаешь скорость, у тебя будет, он показывает, типа, «хорош гнать». Мол, типа, так тебе скажут. В общем, сколько нам ехать по навигации, нам ехать, ну, если я не ошибаюсь, было 420 километров, что-то типа такого. Вот, смотрите, сейчас мы как раз будем превышать 70 скорость, 70 ограничения. Нашу скорость сейчас мы не превышаем. Мы не превышаем, хотя... Так, ладно, уйдем вот сюда вот. Смотри, опять летит, опять летит. Не, нормально, сейчас он не стал таранить. Ну, не он, это, скорее всего, не он, естественно, это другой уже человек, но он не стал меня таранить. Блин, слушайте, ох. Надо на какой-нибудь легковушке, ребята. Ну-ка, придумайте какую-нибудь рпшку с легковушкой. На юг мы уже ездили, но, в принципе, сейчас время югов. Почему бы не смотаться опять на юг, но пока что не получится, потому что пока в этой версии игры карты Южный регион не поддерживаются. Это очень печально. Ждем, ждем, когда обновка прилетит. Так, ну что, у нас пожарные едут. Утушение. Давай, 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 сейчас... Ну-ка, так. Уходит от нас, уходит. А что он уходит-то, я не понял. Да ладно, нифига себе. Пошел, разгульчик просто. Как стоячего, ребят. Как так. Смотрите, нам фартит. Нам дико фартит на светофоры. Мы уже два раза пролетели на мигающей зеленой. Ух, какие ножки на билборде. Так. Здесь надо сейчас дико аккуратно уходим вправо, подрезаем пожарку. Затем продолжайте движение прямо. Понял. Дико подрезали, просто на желтый влетаем. Вообще, ребята, это, конечно... Вот, видите, говорит, следите за скоростью. Потому что я нереальный какой-то гонщик по городу тут. Подрезал пожарных. Блин, ты откуда взялся-то? По круговому. А, блин, он там... А как я тебя не видел-то? Там реально только одна легковушка. Я думал, что я успею. Еще раз. Вообще, крутяк, ребята. Блин, вот это да. Вот это сегодня поездочка. Давно такое... Она заслуживает лайка. Может, конечно, аварии уже... Но одна... Я точно не виноват, когда перестроился. Это стопудово. Вот он там сам не влетел. А ну, здесь, да, здесь я виноват. Здесь... Здесь чисто мое прям нарушение. Вот, не заметил я его. Ну, чисто просто не заметил. Так-то налево вроде. Депсы стоят так. А стоят пост. Слушайте, а мне как нужно проехать? Тут нету весового контроля? Нет, ничего. Блин, может, надо было справа? Кстати, знак стоп. Надо остановиться. И поехали дальше. Так, что, шмонать меня не будут? Нет? Все нормально? Все нормально. Компанию магнит, видимо, не особо так. Ну-ка. Сделаем вам красивый вид, пока отъезжаю. Тут вроде более-менее ровная дорога. Переключайся. Переключай камеру, блин. Знаете, вот когда слишком далеко отъезжает, уже становится тяжело. Тяжело управлять фурой. А, он только, он только почему-то, видите, как делает? А давай вице-переди. Не, не хочет. Не хочет вице-переди сделать. Ну, ладно. Слушайте, блин. Смотрите, как красиво. Блин, красота. Вот за это я, конечно, очень люблю ЕТС. Вот так вот смотришь. Смотрите, просто идеально вообще. Классно едем. И въезжаем в какой-то город. Или это плотина. А, это плотина. Вы мне, помню, объясняли. Я тоже здесь как-то проезжал. И ребята в комментариях мне писали, что это вот плотина на Волге. Вроде это она сейчас будет. Сейчас река Волга должна быть. Железка, да. Вот сейчас железнодорожный. Внизу сейчас должна быть где-то река Волга, если не ошибаюсь. Потому что тут и... Ну, это не просто плотина. Видите, идут линии электропередач. Значит, скорее всего, тут какая-то гидроэлектростанция просто стоит. Вот видите, 60 км в час ограничения по навигатору и по знакам. Запретная зона видео и фотофиксация. Ну вот, у меня нарушение пролетело. То есть, как бы, прикольно. Слушайте, ну, с таким навигатором реально классно ездить. Очень приятно. Вот как раз. Я так понимаю, что это река Волга у нас идёт. И стоит вот как раз гидроэлектростанция. Следите за скоростью. Так что, аккуратно здесь проезжаем. Ну как аккуратно? Мы уже тут нарушили фиговую тучу правил. Того, что в основном правила, конечно, скорости. Но ничего страшного. Вот, нам нужно быстрее добраться. Мы же компания Магнит. Вот, нам нужно сделать всё по-быстролянам. Понятно, понятно, понятно. Кстати, вот прикольно. Даже всё равно ты летишь. Она не нагнетает тебе, да? Вот она... Следите за скоростью. Следите за скоростью, как бы. Мы тем временем рядом с Волгоградом едем. И уходим сейчас направо. Вот видите, держитесь правильнее. Прикольно. Прямо как в реальности, ребята. Вот реально. Это, знаете, плюс 10 к реализму в этой игре. Первый. Ну, хорошо бы было, знаете, как... Первый съезд. Сейчас съезжайте. И сразу направо надо было говорить. То мало ли тут можно налево уйти. Я такой, хоп, и налево ушёл. Так, пошёл разгончик. Сейчас в горочку немножко. Но вроде уже разогнались. 40 км в час. Сколько мы с вами проехали? Там 354 км остаётся. Слушай, ну это да. Прилично. Прилично едет. Почему-то он меня по какому-то другому маршруту направил. Я не понял. А, не, всё правильно. Всё правильно. Давай, 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 давай. И зелёный, пожалуйста. Зелёный. Есть. Немножко я притормозил, конечно. Вообще не надо было тормозить. По идее я вообще чётко бы влетал на зелёный. Но кто же знал? Кто же знал? Так, слева у нас, смотрите, столовая какая-то. Там люди перегрузят. Ну что, остаётся 350 км. Почему-то очень мало сократилось. Вот этого я не пойму. Прямо реально очень мало. Так, красивый посёлочек проезжаем. Название я пропустил. Или оно там... Оно где-то, наверное, там на повороте было. Я, скорее всего, пропустил. Нормально так меня пошатывает. Так, опять у нас красный свет. И... Пожалуйста. Нет, сейчас точно зелёного не будет, потому что машины поехали. Так, вот они такие вот интересные здесь пейзажи. Очень интересные пейзажи. Смотрите, тут какие-то болотца, да? Вот здесь домики стоят. Кто-то что-то строит начинает. Так, у нас тем более зелёный свет загорелся. Светофоры. Так что поехали. Вторая, четвёртая, шестая, восьмая. Смотрите, да, тут кто-то что-то строит. Начал строить. Блин, как красиво. Вот эти деревья. Кто знает, как деревья вот эти называются? Вот справа сейчас. Вот они прям по всему югу растут. Что за деревья, блин? Напишите в комментариях. То я что-то вот езжу и не знаю. Аж стыдно что-то как-то не знать. Деревья родной России. Так. Едем дальше. Какая-то местность болотистая. Видите, тут как-то камыш растёт или что-то. Ну прям видно болото. Заболочено. Ну тут река рядом, логично всё. Какая-то справа стройбаза, да, идёт. Блиннобойщик стал отдохнуть. Ангары какие-то, видите, там пшеницу, наверное, хранят или ещё что-то. Так, переключается в 70 км ограничения. В принципе, вписываемся. В районе 80 идём. Нормально. Дорога хорошая. Прям реально дорога хорошая. Приятно на ней бороздить, так сказать, просторы Вселенной. Приготовьтесь к повороту направо. Ой-ой-ой. А чё это здесь? Я думаю, мы прямо поедем. Тут кто-то баню строит, смотрите. Реально, прям для бани. Поверните направо. Так, я бы повернул, но тут красный свет загорелся. Так, ладно, сейчас повернём. Сколько мы уже с вами проехали? 324. Слушайте, реально, чё-то как-то это... Стало маршрут. То ли я сто лет не играл в ЕТС уже давно. И как-то для меня как-то маршрут. Не знаю. Я думал, что я проеду примерно это расстояние, ну, в игре за 20 минут, да? А я не знаю, сколько я сейчас уеду. Сейчас вот минут 20 примерно всё это и идёт. То есть, как бы... Ну, реально, офигеть. Как будто как-то прям километраж медленнее идёт. Ну, вы поняли, да? Как будто реально медленный километраж идёт. Непонятно. Здорово, чувак. Спасибо. Ой, какой у меня гудок приятный. О, тихо. Чуть бумер не вмял. Так, дубовка. 23 километра. Элиста. А, 350 и Москва. 967 километров. Если мы уйдём налево. Налево в этой деревушке какой-то. Так, чё у нас по карте? Чё у нас по карте? Не хватает сюда подложки. Так. Ну да, смотрите, как реально. До Саратова тут ещё пилить и пилить. Да. Там на самом деле много пилить. Так, наверное, мы с вами сегодня доедем до какой-то контрольной точки. Вот. Доедем до контрольной точки. Ну, какой-нибудь там... Эээ... Я не знаю. Ну, какой-нибудь отелем. Отеля, где... Паркуются дальнобойщики. Ну, блин. Ёпиндох. Мы же так не успеем. Ладно. Я же водитель магнита. Да ладно. Там не было и красного. Опа, опа. И бумер такой. Слушайте, а бумер-то, получается, на красный проехал. Я-то впервые поехал. И мне даже засчитали. А бумер вообще ещё, получается, тратанул намного позже, чем я. И даже мне на красный засчитали. А бумер, ну... Ну, это же водитель БМВ. Слушайте, там что-то авария впереди какая-то, да? Да, да, ТПшка. Потому что бумер объезжал. Кстати, он прикольно так объехал. С поворотничкой. Мы тоже с поворотничком объедем. Вот, слушайте, есть какая-то бахча, но мы, наверное... Это всё-таки не для ночлежки место. А вот, кстати, и место какое-то для ночлежки. Какой-то мотель. Ребят, какой-то мотель. Давайте остановимся. Вот, ну, навигация вообще топовая. Давайте я вам скажу. Навигация реально топовая. Подождите, это как-то... Вот тут мотель есть. И дальше ещё почему-то показывать. Это, наверное, для легковых машин. А это ДПС. Слушайте, ну, вообще, я думаю, безопасно около ДПСов встать, переночевать, да? Тут, тем более, вон какой-то дальнобойщик стоит на МАЗе. А, вон, 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 после ДПСов, смотрите. Там вот парковочка есть. Всё, вот оно для дальнобойщиков. Так, давайте заезжаем вот сюда вот. Тут уже стоит кто-то на МАНе. Так, аккуратненько сюда паркуемся. Так. А там это остановили. Я думал, он стоит, видите, там инспектор подошёл к нему. Его остановили, видимо, для проверки документов. И меня, кстати, не остановили. С учётом того, как я там по городу нёсся, могли бы и меня остановить. Так, ребятки, ну что, вот мы припарковались. Так, остаётся нам ехать, в принципе, ещё прилично. Вот, так что ждём. С второй, вторую серию ждём. Обязательно ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. И доедем мы с вами в Саратов. Ну что, как вам навигатор? Навигатор, как по мне, вообще чёткая тема. Реально очень добавляет реализма игре. Очень мне понравилось. Вот, ну и, конечно же, наша любимая компания, Магнит. Пишите ваши новые идеи для РПшек по Евротраку. Какие бы компании вы хотели, чтобы я прокатил. По каким местам. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами был ваш Мангуст. До скорой встречи. Всем мир.